Здравствуйте! Сегодня статистикой будем заниматься. И будем мы заниматься... Вот название, голову сломаешь. Исследование связи между аранжируемыми качественными признаками. Значит, качественный признак, это более-менее понятно, но он аранжируемый. Вот нельзя сказать, например, вот мужчина или женщина, да, это качественный признак, но он не аранжируемый, да? Ну, как-то неполиткорректно аранжировать, да? Вот, говорит, вот, женщины это хорошо, а мужчины это так, ну, как-то не принято, мужчины обидятся. А вот если вы что-нибудь аранжируете, ну, ранг, помните, капитан первого ранга, это главнее, чем капитан второго, и тем более, чем капитан третьего. Вот они проранжированы. Можете проранжировать свои любимые блюда, свои любимые кинофильмы, или нелюбимые, да, тогда они у вас маленький ранг, или наоборот большой. Как вы аранжируете? Первый, это самый лучший, и так далее. Но, как правило, вот так будем. Мы будем так аранжировать. От самого лучшего, самый первый номер, к самому худшему, самый последний, большой номер. Но, прежде всего, я должен вам должок отдать. В прошлый раз у нас такой разговор зашел. У нас мы там зависимость выясняли между количественными признаками. Линейную регрессию строили. Я вам сказал, ребят, а ведь построение линейной регрессии, сказал я вам, это очень, так сказать, простая вещь. Вот вспомните первые члены разложения функции в ряд Тейлора, да, вот они, первые два члена. Значение функции в некой точке х0, f от х0, да, плюс, значит, производная от функции в этой точке х0, это угол наклона касательной графику функции, да, и вот она вот получается, вот что получается, да. Умножить на х минус х0, это уравнение прямой, касательной графику функции в точке х0. Или мы примерно вот в узкой области можем считать, что так себя любая функция-то ведет, правда? Вот если все хорошенько поменять местами, сгруппировать, вот и получится, k это вот та самая производная, а b это вот все остальное, что там у нас было, вот это вот b. Этот b это точка, в которой, значит, прямая, y равняется kx плюс b, пересечет ось y, да, ось y при х равно нулю. Да, вот оно. А вообще-то говоря, ведь можно разложить и до второго знака, как говорится. Или как мы говорили когда-то, значит, если говорить про аналогии механические, скорость это первая производная, ускорение это вторая производная. Помните? А g, t квадрат пополам. g это было ускорение свободного падения, t квадрат время, а тут вот х это аналог времени у нас, да, вот он как. Вот получается разложение, да, и в принципе говоря, любую функцию, абсолютно любую, более точно, чем прямой линии, можно приблизить, в принципе говоря, параболой. Но если у вас эта функция просто прямолинейная, то у вас вторая производная будет равна нулю, у вас голова не будет болеть, у вас этого коэффициента а не будет, да, например. Вот, коэффициент b будет выглядеть, значит, по-другому немножко. Вот, получается, ах квадрат плюс bх плюс c. Очень замечательная вещь. В принципе говоря, многие процессы можно ей описывать этой вещью. Параболы, ведь, они вверх, палабрили, ведь, они вниз. Например, всякие драматические процессы на рынке валютном описываются вот такими вот параболами. В какой-то момент, значит, парабола это вот равноускоренное движение. В какой-то момент это движение приводит к тому, что рынок разрушается, и тенденция перестает на нем действовать. Перестает быть, значит, рост этой валюты, вот он рушится, да, и все как надо получить. Вот это вот квадратичная парабола. Парабола второй степени. Вот по ней можно искать ее коэффициенты с помощью следующих уравнений. То же самое с помощью метод на меньше квадратов. Фактические значения у и т минус вот эти вот теоретические. А на x и т в квадрате плюс b на x и т плюс c. Вычли производные, посчитали частные по а, по b, по c. Приравняли, значит, к нулю их. И получили систему линейных алгебраических уравнений относительно а, b и c. Знатоки электронных таблиц знают, что там можно решать такие уравнения с помощью вычисления обратной матрицы. m обор, потом эту m обор, обратную матрицу составленную из коэффициентов левой части. Умножаете на столбец свободных членов. m умножь, умножь, матричное умножение. А m обор, матрица обратная. Ну, это, так сказать, для тех, кто меня понимает, кто когда-то проходил высшую математику. Высшая математика замечательная вещь. И вообще высшее образование замечательная вещь. Я вам так скажу. Хочу сказать несколько слов, как бы сказать, несколько капель дегтя добавить в эту бочку меда. Помните, мы линейную регрессию с вами строили, да? Все было хорошо. Вот там построили линейную регрессию. Там y на x, x на y. Все прекрасно получилось. А вот случай такой себе представьте. Строим мы линейную регрессию. Как это? x это у нас будет рост. Рост y это будет вес. Да? y на x. Как вес меняется в зависимости от веса. От роста. Ну, вот группа каких-нибудь студенточек или студентиков. Вот. Ну, так хорошо получается. Ошибки небольшие. Пара-тройка килограммов. А потом, значит, у Пороша нету кого-нибудь там на примете младенца, братика там, а может и лишь дочка или сыночек, младенец. Сколько там у него рост и вес? Ну, там вот такой-то вот рост, где-нибудь полметра, вот такой-то вот вес, несколько килограммов. А давайте посчитаем для него, какой должен быть по формуле для него вес. И вес-то оказывается круто, ой, отрицательный. Минус килограммов 30, например. А то и больше. В зависимости, что она за публикой подобралась. В шоке. Все вроде хорошо было. Остаточной дисперсии маленькой. Коэффициент корреляции большой. И тут вдруг бац. Так вот, тут надо вспомнить фразу, которую сказал когда-то Марк Твен. А Марк Твен, он американец, и вообще у американцев как-то вот в чести статистика. Они любят там вот среднестатистический американец, там, да, сколько у него детей, сколько у него инициалов, да, перед его фамилией, там, ну, все такое вот. Среднеамериканец типичный. Так вот, значит, он и говорит, есть три вида лжи. Три. А я два пальца показал. Три. Значит, по степени их бесстыдности. Ложь, наглая ложь и статистика. Пример он приводил очень похоже на то, что я вам привел с ростом и весом. Длина Миссисипи каждый год уменьшается на какую-то вот, на какую-то величину. Ну, дело в том, что Миссисипи разрушает потихонечку свою дельту, да, она укорачивается, грунт выносится в море, в Мексиканский залив. Ну, и он начинает экстраполировать в прошлое. Какой длины было Миссисипи вот сколько-то там лет тому назад. Значит, оказывается, что там лет, там, 10 тысяч лет назад, оно, Миссисипи как гигантское удилище пересекало весь Мексиканский залив. Еще назад уйти там где-нибудь миллион лет, она вообще всю Южную Америку пересекала и впадала где-то там в Южный Ледовитый океан за мысом Горн. Вот какой ужас какой был, да. Ясно, что это дело глупости. Она не могла пересекать Южную Америку. Не могла она из Мексиканского залива вверх течь. Глупость. Вот, явно. Это статистика такая, ложь наглая. Безумно наглая ложь, статистика. Дело в том, что вот это вот укорачивание длины в Миссисипи, оно было определено, ну, для какого-то количества лет наблюдений, да. Сколько за ним наблюдали гидрологи, да. Гидрологи ведь изучают изменения речных течений, русел и так далее. Вот. Сколько-то лет наблюдали. То есть, очень далеко в прошлое, очень далеко в прошлое. Не надо бы экстраполировать. Вот, когда мы рассматриваем группу людей, там у них разный рост и вес, мы интерполяционную зависимость строим. В пределах этой группы интерполируем, да. А вот если за пределы выходим, мы экстраполируем. Конечно, не грех выйти немножко за пределы, чуть-чуть. А когда вот мы от полутора-двухметровых студентов выходим к полуметровым младенцам, это безобразие. Тут формула работать не будет. Если сказать это чисто антропологически, то пропорции тела у взрослого человека и у младенца, они разные. Голова у него, у младенца, самое широкое место в организме, да. С оттопыренными ушами, так она будет шире, чем плечи, да. У взрослого человека такого не бывает. Вот такие вот дела. Вот, вот какая вот ситуация получилась, да. То есть, имейте в виду, что избегайте экстраполяции. Экстраполяции. Слишком далеко за те пределы значений, на уровне которых вы, значит, работали. Ну, вот в прошлом моем примере с кинофильмами, с мнениями о них синефилов, любителей кино, там это не так сильно. Потому что, ну, куда там экстраполировать от нуля до десяти? Ну, куда вы будете? В минус, что ли, оценок, которые меньше нуля не бывает. Больше десяти не бывает. Ну, то есть, тут этот пример для того случая не работает. Ну, так вернемся к теме сегодняшней лекции окончательно. Итак, мы сейчас будем что-нибудь ранжировать по рангам и, соответственно, заставим ранжировать отдельных людей. Вот сегодняшний материал, это я на живых людях получен материал, да, живые были люди, не актеры. Актеры были, они тоже живые, но в моем опросе не участвовали. Актеры просил я студентов, студенток, по-моему, проранжировать актеров. Вот этот список актеров. Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Вин Дизель, Стэтхем и Брэд Питт. Брэд Питт. И я вам покажу, как это, в принципе, работает. Вот, пускай два товарища, два человека, одного обозначил Х, другого У. Дали им такие ранги. Одному товарищу Х ему больше всех нравится Леонардо Ди Каприо. Он у него на первом месте. Джонни Депп на втором, Вин Дизель на третьем, Стэтхем на четвертом и на пятом Брэд Питт. А вот другой товарищ, или как это называется, господин, Игрик, у него наоборот. Ди Каприо на последнем месте, а Брэд Питт на первом. Вообще все наоборот у него. Видите, у него прям противоположно. Корреляция их мнений, ну, скажем так, явно отрицательна. Если Х что-то нравится, то наверняка Игрику это не нравится. И наоборот, если Х не нравится, то Игрику будет нравиться. Прям какой-то, так сказать, поперешный человек такой, вот Игрик этот. А может, Х наоборот поперешный. Не знаю. Так вот, для сравнения этих величин существуют два разных коэффициента. Один называется так, коэффициент ранговой корреляции Спирмина. Спирмина, вот он. Считается очень просто. Значит, смотрите, что у меня там есть сумма. Сумма квадратов разниц вот этих вот двух коэффициентов, двух рангов. Ранг, который дал Х, и ранг, который дал У. Игрик. Обратите внимание, это будет нам характеризовать отнюдь не актеров, Леонардо Ди Каприо, Стетхим и всех прочих. Это будет рисовать, будет нам, значит, давать информацию о тех людях, что их проранжировали. И о различиях между этими людьми. Вот степень. Вот тут вот у них различие, вот все в минус у них идет, да. Значит, вот он, РХ минус Р Игрик в квадрате, сумма. А внизу у нас что там? Н. А это количество ранжируемых объектов. Да, вот в данном случае это актеры у нас. Я все-таки попытался ранжировать что-то такое статистически значимое, простите, эмоционально и эстетически значимое, да. Вот, вот оно. Вот так вот, вот. Ну вот она. Формула проговорю, словами единицы, минус, дальше идет дробь, 6 сумм, средних, сумм, значит, квадратов разности рангов, делить на n, и на n квадрат минус единицы, где n это количество ранжируемых признаков. Вот в нашем случае, когда вот у них мнения прямо противоположные, квадрат рангов, вот смотрите, какие единицы, минус 5, минус 4 в квадрате, 16. 2 минус 4, минус 2 в квадрате, 4, 3 минус 3, 0, и в квадрате 0. Вот он, 4 минус 2, 2 в квадрате, 4, 5 минус 1, 4 в квадрате, 16. Вот она. Сумма вот этих вот квадратов разности рангов будет 16, 20, и еще 20, 40. Вот смотрите, чему же равен коэффициент ранговой корреляции с пирменной. Единица минус 6 раз по 40, и делить на что там? На 5 раз по 24. 240 на 120. И это отнять от единицы придется. Батюшки, это же будет единица минус 2, минус 1. Как здорово получилось. Коэффициент корреляции здесь минус единица. Вот оно к чему приводит. Одному нравится, а другому не нравится. Вот к чему это приводит. Вот. Вот это. Посмотрите еще раз на эту формулу. Кстати говоря, если у них совершенно одинаковые взгляды на ранжирование этих вот объектов, rx равно ry, то сумма будет чему равна? А сумма квадратов нулей чему будет равна? Нулю. И от единицы не придется ничего отнимать. Это будет единица. То есть, когда вкусы совпадают, коэффициент ранговой корреляции единица, когда прямо противоположный минус единица. Но любое промежуточное положение, это вот промежуточное положение. Да, вот так вот. Вот. Теперь есть еще один у нас коэффициент корреляции для рангов. Называется он коэффициент кэндала. И обозначается обычно буквой tau. Вот смотрите, вот у меня опять эти два, так сказать, поперешных товарища. Х и у поранжировали их, да? Это вымышленные товарищи, в отличие от тех данных, которые я потом приведу. Так, вот они, какие эти, значит, результаты. Значит, что тут я обозначил? Вот она колоночка, которая сверху обозначена плюсиком. Это обозначены объекты, объекты, в колонке номер, который обозначен сверху и рыгриком, ранги. Вот последующие за этим рангом пять, ранги, которые больше пяти, ни одного. Последующие за четырем ранги, что больше четырех, ни одного. За тремя последующие ранги, ни одного. За двумя, ни одного. За одним, ни одного. А вот теперь те ранги, которые меньше, вот последний колонок, там где минус. Минус, да, меньше пяти, вот внизу под пятью, четыре ранга, четыре. Меньше четырех, три. Меньше трех, два. Меньше двух, один. А меньше одного, но он последний, ничего, ноль. Вот как получилось. И вот это P, это сумма всех вот этих вот количеств, да, которые вот в столбике обозначены плюсиком, а Q, это те, что обозначены четвёрочкой, минусом, то есть, обозначены. Вот, имейте в виду, что вот такое вот, значит, различие, да? Ещё раз напоминаю, это не сразу доходит, в том числе и до меня не сразу доходило. Значит, смотрите как, спрашивается, вот в той колонке, где плюс, сколько последующих за данным рангом в этой колоночке, вот во второй рангов, меньше, то есть, больше вот этого ранга, который 5, да, ни одного. Причём, значит, я вот, первая колонка, видите, у меня в порядке возрастания, 1, 2, 3, 4, 5, а это вот как получилось, да, вот как получилось, как есть в жизни, вот она. А последняя колоночка, это я спрашиваю, сколько рангов меньше текущего, меньше 5, сколько меньше 4 и так далее. Ну, что же у нас тут получается? Вот он, коэффициент Кэндала, 2 умножить на вот эту вот разность, p минус q, вот, сумма количества, делить на n и на n минус 1. В нашем случае, что же получается это? 2 на минус 10 делить на 20, минус 1, вот она, прямо противоположно, да, действительно, и у Кэндала, и у Спирмена минус 1 коэффициент. Ну, а если всё совпадает, вот они совпадают, вот они, теперь мы плюсики можем посчитать, сколько больше 1, ровно 4, сколько больше 2, 3, сколько больше 3, 2, сколько больше 4, 1, а больше 5, уже никого нет. Теперь у нас p 10, а q 0, и, соответственно, получается коэффициент ранговой корреляции Кэндала, получается плюс 1, вот как получилось. Ну, вот, прежде чем, вот, это вот реальный опрос, вот я на живых, значит, студентках, студентки были группа выходного дня, ну, такие уже достаточно взрослые, разнообразные, и в плане семейного положения, и в плане национальности, и всё, что хотите, да. Их тут сколько у меня было? Их было 8, да, 8 студенток. Так, вот они. И вот они у меня аранжировали актёров. Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Вина Дизеля, Стетхема и Брэда Питта. Значит, прежде всего я хочу вам похвалиться прежними своими опытами на живых людях, прежде чем про это объяснять. Это замечательный совершенно способ. Значит, лет так 10, может, 8 тому назад, очень шёл хорошо эксперимент с просьбой проранжировать сигареты. Сейчас это совершенно бесполезно, потому что студенты, среди них стало очень много некурящих. А раньше почти все курили. Все курили. Вот видите, как хорошо. Вот борьба с курением всё-таки работает. По крайней мере, среди учащихся в высшем учебном заведении молодёжь. Так, ну, я их вот, они ничего не подозреваю, аранжировали сигареты. Сначала мы составляли список. Список составили. Они их аранжируют. Значит, самая хорошая единичка, похуже двоечка, троечка, четвёрочка, пятёрочка и так далее. Ну, большие были списки. Всё, мы поранжировали. Ну, можно посчитать там средний ранг для девочек, средний ранг для мальчиков. Я вам потом покажу, как это делать. Вот. Ну, и сравнить ранговую корреляцию между девочками и мальчиками. Оказывается, очень хорошая там, да. В принципе, они могут курить в одной курилке. Вот. А потом, вот тут-то они, не чуя подвоха, рассказывают мне, сколько какие сигареты стоят. Значит, мы аранжируем их по цене. И, оказывается, можно посчитать ранговую корреляцию между каждой их индивидуальной оценкой и той оценкой, которую дают, вот, и ценой. И вот, оказывается, есть люди такие, они очень самостоятельно мыслят, да, где такие вот, кстати, математики разбираются. И у них коэффициент корреляции с ценой очень маленький. Очень, около нуля. Они самостоятельно. Может, это, так сказать, матерые курильщики, потому что на взрослых курильщик этот опыт не идет. Они курят то, что вот, от чего у них кашля меньше. Вот, к сожалению, так не курите, поэтому курить вредно. Опыт, тем более, он вас позволяет ставить. Сейчас вы знаете, что я про них узнавал. А есть люди, у которых очень этот коэффициент корреляции велик, ранговый, с ценой. А ведь что значит цена? Это престижность, ну, дым втягиваем какой-то. Какой там разговор? Да, какая там, что такое там качество? Да, это же не ботинки, это же не телевизор, это не компьютер, да, чтобы... Чем дороже компьютер, тем у него больше возможностей, тем примочек больше, как говорят, может, и лишних, да. А тут чистый имидж, да. Помните, была такая реклама, там, где вот, не помню, какие-то сигареты, а там, где успех, там всегда найдешь, вот забыл, какая сигарета, топ сейчас отрегламировал бы ее. Их уже сейчас не продают, да, они оказались слишком дешевы, да. Вот, вот, такая была реклама. Короче говоря, чем дороже, тем лучше, значит. И вот люди, у которых с ценой большая корреляция, это люди, как правило, были очень внушаемые, да. То есть им реклама сумела внушить, что дорогие сигареты, это самые хорошие сигареты. Вот их, я их еще проверял, их внушаемость, таким методом я пытался с ними играть в камень, ножницы, бумага. Помните такая игра? Камень, ножницы, бумага. Вот, камень, он, значит, сильнее ножниц, ножницы сильнее бумаги, а бумага сильнее камня, потому что с камнем можно бумажку завернуть. Вот, и вот, вот, показал ему камень, значит, все, показываю, в следующий раз ножницы, потому что он обязательно покажет бумагу. Вот так вот. Далеко на один ход не работает. Вот видите, какие вещи узнавал про людей, да. Тут, кстати, тоже можно кое-что узнать, я вам сейчас расскажу. Вот, а что еще? Ну, какие опыты еще я на живых людях ставил? Вот, между прочим, китайские студенты, да, учатся у нас. Ну, и я их пытался тоже предложить им проранжировать гарнир в университетской столовой, да. Ну, знаете, ну, ожидать, что китаец предпочтет рис, правда? Ну, и некоторые предпочитали рис. Там что у нас? Рис, картофельное пюре, гречневая каша. Видите, реклама услуг столовой, как бойко идет. И вермишель. Вот четыре. Пожалуйста, поранжируйте. Ну, типичный, скажем, вот для россиянина, там расклад такой, картошка. Ну, у кого вермишель, у кого гречневая каша, и на последнем месте рис. Четко совершенно. Вот. Ну, такой вот, средний такой вот русский вкус, российский вкус такой. Вот. И вот удивительно, но те китайские студенты, которые вот лучше всего осваивают русский язык, лучше всего воспринимают на русском языке, и у них и ближе их вкус кулинарный вот к нашему, ближе к картофельному и дальше от рисового. И еще одно свойство, это уже на актерах кино. Звезды кино специально выбираю, те, которых они знают, дальневосточные, там, Джет Ли, знаете, такого вот актера, да. А вот всегда забываю, вот беда такая, я знаю, как его китайцы называют, и так, как он у нас называется в англоязычной версии, вот он всегда в гонконгских боевиках играет, такой замечательный совершенно актер. Вот его, например. Вот. Ну, и другие всякие. И в том числе там и актеры вот наши, ну, не наши, а западные, скажем так, да, из обычного ходового такого потребительского американского кино. И вот, опять же, те, которые больше предпочтения дают западным актерам, они вот тоже, получается, к нам несколько ближе, да. Те, которые вот останавливаются, прежде всего, в верхней части таблицы у них в рангах всегда стоят вот китайские актеры, те, соответственно, меньше вливается в нашу культуру. Ну, как видите, очевидный результат, правда, да? Вот, правда очевидный. Так, ну, что там еще вспомнить, уже не помню. Вот. А, как же, как же. Значит, вот, аранжируем мы актеров сейчас. Сейчас обратите внимание, теперь я предпочитаю аранжировать актеров мужчин. Вот, давно уже. Когда-то я аранжировал, как попалые мужчины и женщины там были у нас. Был такой юмористический случай, тоже была группа выходного дня, там занимались и муж, и жена, вот такая пара. И вот она поранжировала, на первом месте у нее был Майкл Дуглас, а там, по-моему, было 13 актеров, все было в этом ранге, а на последнем месте была жена Майкла Дугласа Кэтрин Зетта Джонс, да? Помните такую вот красавицу темноволосую валийку, да? Вот, что оказалось-то. А почему она очень любит Майкла Дугласа и, соответственно, ревнует его к его жене, вот такое вот отношение, да? Вот. Так, что-то еще я должен был сказать. А, прикладное значение. Две очень взрослых дамы, очень немолодых, тоже, понимаете, в группе выходного дня учились. Вот в той группе было вообще только два человека, две дамы. Паранжировали мы актеров. Они говорят, ну какой хороший метод. Надо обязательно дать своей подруге и сравнить ее, так сказать, ранги со своими. И если ей нравятся такие же мужчины, какие нравятся мне, то ее ни в коем случае не нужно знакомить с мужем, а то ей муж понравится. Вот. То есть, Кэтрин Зетте Джонс не надо было знакомить своего мужа Майкла Дугласа вот с той моей студенткой. Потому что он ей очень нравился. Вот. Такой вот вывод. Так. Ну, так теперь давайте, пожалуй, к нашим методам вернемся. Вот наша табличка. Давайте внимательно посмотрим. Ну, как положено в настоящем научном исследовании, значит, рецепиенты наши, те, которые давали свои данные, свои мнения, высказывали, они у меня обозначены буквами, да? Пациент А, ну, вернее, студентка А, студентка Ю. О, а это вот имена студенток. К, Д, К, наверное, Даша. Там были какие-то экзотические имена, которые трудно мне повторить. Вот. И вот они поранжировали. Обратите внимание, вот они ранги. Все ранги, все нормально, от одного до пяти каждый раз дал. Я вам честно скажу, тут уже сразу заложена маленькая ловушка. Я сразу уже ни с чего не считая могу кое-что про них сказать. Вот мне в этом помогает Леонардо Ди Каприо. Леон, Леонардо, да? Вот он, Лео Ди Каприо. Как он мне помогает? Дело в том, что вот очень трудно побороть свое негативное отношение к Леонардо Ди Каприо некоторым гражданкам. Вот гражданка О и гражданка А, они его в этой пятерке поставили на последнее место. Ну, не нравится он им. Ну, вот какой-то он слишком женственный, да? Хотя он выдающийся актер. Помните, какие он разные образы воплощал? Вот сравните, Джек из Титаника и миллиардер Хьюса из «Авиатора». Или персонаж из «Острова проклятых». Или там замечательная роль из фильма, у нас это назывался фильм «Начало», а у них «Проникновение». Почему у нас «Начало» вместо «Проникновения» или «Внедрение», я не знаю. Вот, видите, как он. А он у них на том... То есть, они воспринимают его не как актера, а как вот потенциального жениха, да? Вот Джонни Депп замечательный актер тоже, да? А некоторые его в хвост ставили. А почему в хвост? А он женат. Он маленького роста. Вот они его мерили на свой лад. Как она будет с ним выглядеть, если появится в обществе с Джонни Деппом, да? Вот так вот запросто. Ну, конечно, глупо будет она с ним смотреться. Он такой маленький, она такая большая, да? Вот. Она так и решила, да? А вот тут вот те, кто вот его на первое место, вот первое место, пятое место, это действительно люди, понимающие кино. Это сразу видно будет. Давайте, кстати, проверим мы потом наши данные. Вот он, набор данных. Да. Интересно нам посчитать. А средний ранг, помните, я вам рассказывал про средний ранг? Кого девочки в среднем больше всего любят? Методика такая же, как на соревнованиях по фигурному катанию. На соревнованиях по фигурному катанию, значит, там каждый судья дает очки баллов, там, 6, 0, 6, нет, да, 5, 4, там, и всякие такие баллы, да? Вот. Ну, самое простое просуммировать баллы, но этого не делается. А вычисляется сумма мест. Вот по результатам какого-то судьи, значит, место у данного, значит, как фигуриста вот такое-то, да? А по результатам другого судьи вот такое-то место, да? Вот. И поэтому, чтобы вот сильно как-то кого-то пробросить и, да, нечестно сыграть, ему придется вот явно его занизить баллы против баллов других, значит, состязателей, что будет явно неправдоподобно, да? Вот это, чтобы ограничить злоупотребление в области такой вот неопределяемой количественной спортивной дисциплины, как фигурное катание. Вот. А мы тут эту сумму, место посчитали, сумма рангов. Коуна самой маленькой суммы рангов, посмотрите, Стэтхем, кумир современных девушек, вот они, Стэтхем. Ну, настоящий мужчина, такой в обиду не даст, пришибет, кого угодно там замочит. В одном фильме он руку ребенка засунул в измельчитель мусора на кухне, представляете, да, какой молодец? Правда, потом оказалось, что он совал не руку, а кусок мяса, да, ну вот он родителей там терроризировал, ну, мужик пробивной. Ну, в общем, короче говоря, он больше всех понравился им всем, да? А на последнем месте оказался Брэд Питт. Вот что-то он как-то ушел в последнее время с экранов, мало у него ролей, может быть, мало мелькает, да? Да видите, как вот он. Ну, давайте посмотрим, какой же тут результат-то получился. Вот они, общий, Р, О, общий ранг. Не ранг какой-нибудь Оли, а это общий ранг. Вот он на первом месте Стэтхем, на втором Джонни Депп, на третьем Вин Дизель, на четвертом, все-таки на четвертом, а не на пятом, Леонардо Ди Каприо, и на пятом Брэд Питт. Вот он какой вот замечательный, Брэд Питт попал на пятое место. Вот он, последним. А Леонардо Ди Каприо был всего лишь предпоследним. Так, это вот данные такие вот, общие, повальные, навалом данные. Давайте посмотрим, что с ними делать. Ну, надо, придется сравнивать нам их, да? Сравнивать эти данные с общими данными. Посмотреть коэффициент корреляции, как меняется, коэффициент корреляции между вкусами, значит, той или иной девушки. И средним вкусом. Ну, цель какая? Цель найти самую необыкновенную, самую отличающуюся от всех других по вкусу. Это, между прочим, такое большое прикладное значение имеет. Ну, представляете, у вас есть, например, коллектив людей, которые питаются в одном предприятии общественного питания. Ну, хотел сказать, в одной столовой, вообще-то говоря. Ну, они там, кто-то что-то выбирает, заказывает. Знаете, бывают такие столовые, где можно, так сказать, выбрать себе меню. Вот. И таким образом можно выявить их предпочтения. Предпочтения отдельных товарищей, да? А и вот вдруг кто-то из них, какие-то имеют совершенно необыкновенные кулинарные предпочтения. А с чем это связано? Что у него там? Желудок больной. Может, он отчислит из нашего отряда космонавтов с больным желудком в космос. Не летают. А может быть, он какие-то вот, значит, блюда какой-то заграничной кухни предпочитает. Может, он к нам тут внедренный агент, да? Видите, какие вот простор для домыслов, какой сразу возникает. Ну, ладно, давайте считать эти коэффициенты ранговой корреляции. Вот они, все наши замечательные девушки. И коэффициенты ранговой корреляции. Вот она, девушка, обозначенная буквой Н, и девушка, обозначенная буквой О. О, у них самый большой коэффициент корреляции с общим мнением 0,8. Наверное, остальные девушки могут собрать им на билеты, отправить их смотреть кино. Потом они скажут, стоит туда идти или не стоит. Потому что их вкус наиболее средний, да? Наиболее такой общий. Но насчет собрать деньги на билеты, это, конечно, шутка. А вот насчет того, чтобы таких девушек, скажем, пригласить в, так сказать, фокус-группу, да? Фокус-группу, чтобы оценить, как им понравился фильм. Это типичный способ, скажем, при производстве вот этого вот такого вот, так сказать, контента, да? Киноконтента, чтобы он понравился публике. Вот они посмотрели, и их спрашивают, как вам там начало, как середина, как концовка. Вот устраивает ли вас тут такая концовка? Нравится ли вам фильм, короче говоря, да? Ну вот, и на них-то оттачивают, находят. А вдруг он им не нравится? Значит, нужно изменить конец. Был такой случай, фильм, там Майкл Дуглас, кстати, играл. К счастью, не помню название, а то бы я его, получается, прорекламировал бы. Да, значит, там Майкл Дуглас какой-то своей секретаршей роман завел. Вот. Ну и кончалось тем, что, в общем-то говоря, он был неправ. Не надо заводить себе своей секретаршей роман. А публике не понравилось. Публике понравился Майкл Дуглас вот этим фокус-группой. Пришлось переделывать концовку, да? Что вот эта секретарша-разлучница, ну, все-таки была побеждена. И все в порядке теперь у Майкла Дугласа, и семья, и дети, все на месте. Вот. Ну вот переделали конец. И фильм имел успех. Именно благодаря вот тому, что вот с помощью, наверное, такого метода выбрали наиболее типичных представителей аудитории. И на них-то и отработали концовку фильма, да? Ну, давайте перенайдем, что же мы искали. Я не ищу таких, на самом деле. У меня же нет фокус-групп, да? Давайте поглядим еще раз табличку. А там в табличке будем искать, наоборот, самых необыкновенных, да? Вот тех, на кого нужно обратить внимание. Вот она, самая необыкновенная. Минус 0,2. И еще минус 0,1 и минус 0,1. Вот эти две девушки. К, Ю и Т. У них совсем другие взгляды на кино. Причем, обратите внимание, и девушки-то эти очень даже умные. Ю, она Леонардо Ди Каприо поставила на первое место, да? Вот Тен, Леонардо Ди Каприо на втором. И Джонни Депп тоже хороший актер, на мой вкус. Вот, и поэтому, говорю, что такие девушки мне должны понравиться, да? Вот они, вот они наши девушки-то какие. Ну, от всех они отличаются, да? Очень может... Это, кстати говоря, отличие часто коррелирует со всякими другими. Ну, с культурными отличиями, это вы понимаете. Просто человек может быть из другой немножко культуры. Вот. А второе отличие, это связано, скажем так, с организацией нервной деятельности. Вот по такому тесту можно выделить, я вас уверяю, очень часто определить, найти левополушарных и от правополушарных отделить. Тут у нас в голове два полушария, вы в курсе, да? Левое, да, левое и правое. Вот. Левое полушарие связано с правым глазом. Вот у нас нервные импульсы по глазному нерву от правого глаза идут к левому полушарию. А наоборот, от левого глаза к правому полушарию. И вот люди, кстати говоря, так вот физиологически легко очень определить. Вот попросить его поставить, навести карандаш на что-нибудь. Вот я его сейчас навел на объектив, да? И он у меня наверняка на правом глазу, да? Так, так, точно так оно и есть. Вот. То, что я интуитивно выставил его между целью и глазом, правым глазом. Я правым глазом прицеливаюсь, даже смотрю двумя глазами. Самому можно определить так. Левый глаз закрыл, вот он остался у меня на цели. Правый глаз закрыл, а убежал куда. Вот так вот. Вот такой вот способ самому определить. Левого полушарного или правого полушарного. Левого полушарного, кстати говоря, это вот большинство людей, пишущих буквами, такие. Большинство людей, пишущих иероглифами, наоборот, левоглазые. Ну и среди нас левоглазых хватает. Это люди такие необыкновенные. У них понимаете, в чем дело? Вот правое полушарие, оно у нас в предварительной обработке информации занимается, да? Вот звуки голоса моего, вы сейчас когда слушаете, у вас правое полушарие превращает в слова. А левое по ним принимает решение у правоглазых. А у левоглазых сразу это все, это функции совмещены. Они сразу принимают. Другая архитектура ВМ. В советское время таких людей отбирали специально. В советское время, в смысле, педагогам рекомендовали на них обратить внимание на левоглазых. Потому что среди них больше было упущенных детей, как говорится, да? Трудных детей. Потому что к ним надо быть повнимательнее. Потому что программа вот написана для компьютера, где левое полушарие главное. А на том, где правое полушарие главное, она может глючить, а может не глючить. Поэтому надо к ним повнимательнее, к левоглазым, правополушарным. Вот. Вот это уж такой закон у нас природы. Вот так уж получилось. Вот. Так вот, по этим анализам, они сразу выделяются всегда. Очень сильно. Да. Ну, тут-то, по-моему, был у нас национальный состав разный. И просто были люди разного, немножко, так сказать, образовательного уровня. Да. Я сейчас не помню, и, наверное, не положено. Пациент А, пациент Б. Вот. Это рассказывать, кто чем болел. У кого был насморк, у кого грипп. Вот. А так это все, оно и есть. Так вот. Вот наш этот набор основной. Давайте попробуем посмотреть, что можно с ним сделать. Да. Мы немножко переставили местами актеров, видите, в порядке убывания их, возрастания их общего ранга. Вот у нас на первом месте Стэдхэм, на втором Джонни Депп, Вин Дизель, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт. Вот. Можно вычислить, скажем, коэффициент корреляции Кэндала. Да. Вот этот вот коэффициент корреляции Кэндала можно вычислить. Кстати говоря, про левый и правый полушарий мы, наверное, сейчас с вами поговорим. В смысле статистики. Да. Вот. Коэффициент корреляции Кэндала можно выразить. Очень просто причем. Ну, вот тут такой пример. Вот, смотрите-ка. Вот у меня П и Ку. Это вот я для пациента обозначенного Д считаю. Да. Вот они Стэдхэм, Депп. Они там. Тут 1, 2, 3, 4. Это вот порядок их следования. Да. А у Д у них были вот какие. Да. 2, 4, 1, 3, 5. И вот, соответственно, вот больше 2. Сколько там? Больше 2, 1. Да. Меньше 2, 1. А больше 2, 3. И вот они отсюда. Вот это 1 и 3. Да. Короче говоря, П равняется 3. Причем Ку 7. Ну, считать это заунывно, да. В прямом эфире, как говорится, скучно. Так вот, Тау получается минус 0,4 для нее, да. Вот. Так, а может быть, и не Д это было, не помню. Кто-то было другая, наверное. Или какой-то был образец. Короче говоря, смотрите-ка. Вот сравнение коэффициентов ранговой корреляции. Ранговой корреляции Спирмена и ранговой корреляции Кендала, да. И, в принципе, говорят, тенденция-то она есть. Кто из них острее-то показывает? Кто острее показывает? Ну, давайте смотреть так. Вот у нас, где ближе к единице? Вот 0,8. Спирмен, вот 0,8. А Кендал 0,6 в обоих случаях. Так, а необыкновенность кто сильнее показывает? Ну, тут трудно сделать в чью-то сторону предпочтение. Вот необыкновенность. Минус. Вот больших минусов у нас здесь нет. Больших минусов здесь нет, к сожалению, да. Это, наверное, предыдущий расчет был какой-то такой демонстрационный. Больших минусов нет. Только вот маленькие минусы, да. Вот ничего особенного такого необыкновенного здесь не получается. Так, ну, как видите, можно и тем и другим коэффициентом пользоваться. Что Кендалу, что, значит, с Тетхэм, хотел сказать, с Пирмина, вот, можно любым коэффициентом пользоваться. Единственное, что вычислительный процесс проще организовать с коэффициентом, вот, с Пирмина. Там, в Excel, ну, когда будете считать, вы поймете, что это гораздо проще. Вот, там меньше надо думать, нет никаких сложностей. Вот, здорово получилось у меня, все я вам рассказал, а теперь самое главное, да. Значит, что-то я вам хотел про левый и правый полушарий рассказать. Да, да, тоже я мучил детишек, ставил над ними опыт. Мне досталась такая группа очень хорошая. Значит, вы знаете, вот, среди людей, которые стремятся учиться, особенно, когда лишь какая-нибудь группа выходного дня или вечерники, или заочники, среди них всегда попадается большой процент этих вот левоглазых. Они такие очень милые, нам, правоглазым, они очень симпатичны, вы понимаете? Но, когда вот начнешь с ними что-то вместе делать, не всегда хорошее что-нибудь такое, да, то вот они всегда против. Они всегда такие честные, прям невозможные. С ними очень немножко тяжело. Воровать с ними не пойдешь, да? Раньше было такое слово «не пойдешь в разведку», но вот воровать с ними не пойдешь. Они честные, они не будут воровать. Ну, вот общая такая тенденция у левоглазых, да, их обмануть легче, да, но они такие милые невозможные, милые-милые. Нам, правоглазым, они очень нравятся всегда. Это уж такая общая тенденция, мы ими увлекаемся. Не всегда это увлечение переходит в что-нибудь серьезное, потому что нас шокирует это левоглазый на самом деле. Вот, ну так вот, и вот попалась у меня группа, человек 20, это были вечерники из университета, серьезно так занимались, учились, и в них половина, ну там в основном были девушки, и вот половина, и мальчик там был один или два, и мальчики были левоглазые, да, представляете? И девушек, половина была левоглазых, половина правоглазых. Ну вот, над ними-то я вот эти вот опыты и ставил спокойненько, значит, выяснял сколько, как они там ранжируют актеров, и пытался выбрать именно тех актеров, на которых сразу-то и видно их, левоглазость или правоглазость, да, видите, вот отрабатывал такой вот метод, да, вот, те актеры, на которых наиболее бросается в глаза их различие в восприятии эстетическое, в зависимости от левого полушария или правого полушария. Вот, такие вот дела. То есть, статистика и вообще математика – это наука, которая вторгается в любые области. Пока мы не научимся с помощью математики какую-либо науку описывать, будто психология, психология очень перематематизирована. Все эти методы, прежде всего, в психологии применялись всегда. Это, собственно говоря, даже есть такой курс «Математические методы психологии», это вот, в принципе, по этому курсу. В эстетике теперь применяют. Боже мой, маркетинг, как что лучше продать, это тоже все здесь. Вот такие вот дела. Ну, пора нам с вами расставаться, наверное, да? Хорошенького понемножку. Спасибо вам большое за внимание. Приходите к нам почаще, смотрите наш канал «Первый образовательный». Всего вам доброго, до свидания.